Повар ресторана Центрального Дома Литератора Мишель. Бонжур. Я думаю, что сегодня мы будем готовить завтрак, который Мишель нам представит, и почувствуем, что мы немножко в Марселе. Судя по компонентам и яйца, это может быть омлет, да? Как омлет, да. Ну, тогда мы начинаем. Я вам даю спички. Мы зажигаем плиту. Итак, мы начинаем. Так. Масло. Теперь у нас яйца. Яйца. И это мисочка для яиц, да? Что теперь делаем? Это тоже сюда? Микс. Для микс-то сюда. Соль-перед. Так. Начинаем. Я буду ассистировать. А чем отличается, да, сейчас посмотрим, чем отличается омлет в Марселе от нашего омлета. Но, судя по ингредиентам, здесь их очень много. Я думаю, что вот эти все, вот, я вижу здесь... Ветчина и бекон. Ветчина и бекон. Если нет ветчины и бекон, мы можем спокойно заменить на колбасу, и, может быть, там уж сосисочки или сардельки. Все, что осталось у нас в холодильнике, все равно будет как в Марселе. Сыр. Вот сыр обязательно мы трем. Сыр. На терке. Так. Немножко сыра. Соль-перец. То есть... И... Соль-перец. Это для одного человека. Значит, два яйца. Совсем чуть-чуть сыр. Чуть-чуть... Взбиваем все это как следует. Так. Ставим сковородочку. Добавляем масло, кусочек. Сливочного, да? Сливочное. Сливочное масло. А это... Это мы делаем потом соус, да? Да. Да. Три-четыре раза. А, три-четыре раза. Три-четыре раза. А-а-а. То есть это пирог. Омлет-пирог. Да, пирог, да. О, омлет-пирог. А, кстати, вы знаете, что во Франции существует такая поговорка. Для того, чтобы стать настоящим поваром, сначала нужно испечь омлет. Ну, обычная, получается, такая, как бы мешанинка. Так. Кладем. Самое главное, мы смазываем тарелочку, чтобы она была глубокая. Смазываем кусочком сливочного масла. Чтобы не пристало. Опять, что? Это шампиньон. Это шампиньоны отваренные, да? И мелко порезанные. Да. Чистые, здесь нету ничего больше. Только шампиньоны. Только шампиньоны. Только шампиньоны. Так. И опять два яйца. И немножко, конечно, зелени. Опять на сковородку. На раскаленную, да? И теперь опять это взбиваем. Взбиваем. Так, ассистируем. И теперь добавляем... О! Второй. Второй. Второй, да. И так надо мешать, да? Спонсор программы Grandos предлагает начать утро с чашечки восхитительного кофе. У него дивный аромат и приятного аппетита. Вот это готово еще в духовку. Да. Кто любит чуть-чуть сырцом, то может съесть и так. Я это все равно должна попробовать. Можно мне вилку? Я это до духовки не донесу. И попробую так. Я думаю, что можно попробовать и в духовку, конечно, но я постараюсь. В духовку не надо. Очень вкусно так. Тоже замечательно. И готовьте на завтрак. Мука, молоко, яйца, изюм, вино, ром, корица, сахар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...